Сегодня в очередной, уже второе по счету в этом году плавание, на судне профессор Молчанов отправились участники экспедиции Арктический плавучий университет 2014. Торжественные проводы молодых ученых в рейс состоялись в сквере у главного корпуса Северного Арктического Федерального Университета. Рейс имеет международный статус и пройдет под эгидой Арктического Совета. Желаем вам, чтобы в этом рейсе у вас все сложилось благоприятно, чтобы погода вам сопутствовала, чтобы вы выполнили полностью поставленные перед вами задачи и в сентябре с успехом защитили свои работы. Участники экспедиции – студенты российских и зарубежных университетов, представители научно-образовательных и исследовательских учреждений. САФУ и МГУ имени Ломоносова, Северного УГМС, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Национального парка «Русская Арктика», университетов Канады, Дании, Норвегии и Швеции. Впервые российские и зарубежные студенты вместе будут изучать Арктику в морских условиях по аккредитованной образовательной программе. В состав экспедиции вошла и съемочная группа телекомпании «Контраст» во главе с тележурналистом Михаилом Кожуховым, которая начала съемки двухсерийного фильма о Северноморском пути и героях, которые его прокладывали. Для вас, людей, которые существуют в этой теме, наверное, известны имена и события, но для людей, которые существуют в других пространствах, это абсолютно неведомо. Терра инкогнито, они не помнят великих имен, они не знают, почему моря наши северные называются так, а не эдак. Они не помнят даже, условно говоря, Семена Дежнева, не говоря уже о Велькицкого. Мне кажется, важно напоминать об этом. Маршрут экспедиции будет пролегать по следующему пути. Архангельск, остров Колгуев, Вайгач, полуостров Ямал, остров Белый, мыс Челюскин на полуострове Таймыр, острова Большевики, Диксон, затем возвращение в Архангельск. Ивану Любимкову повезло, он отправляется в экспедицию во второй раз. В принципе, уже опытный человек, так что ничего не страшно, ни медведей, ни тюленей, и шлюпки, в принципе, работают, так что все нормально. В этот раз, наряду с традиционными научными направлениями экспедиции, метеорология, биология, геоморфология, на борту судна пройдут семинары по проблемам международных отношений в Арктике и геополитике приарктических государств. Исследователи изучат и культурно-историческое наследие северного региона, традиции поморов, памятные места на островах, в Белом, Печорском и Карском морях. В этой работе не обойтись и без помощи переводчиков. Елена Калинова отправляется в экспедицию впервые. Моя задача будет заключаться в переводе лекций для иностранных студентов и работе в полевых условиях, чтобы им было комфортно, чтобы они все понимали, чтобы они были полноправными участниками экспедиции. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» вернется в Архангельск 20 августа. Алексей Макеев, Артем Юдин, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.